приветствуем всех любителей охоты на связи ружейные салоны кольчуга и сегодняшнем обзоре мы хотим вам представить итальянское ружье антонио золи корона но перед тем как перейти непосредственно к самому ружью я бы хотел рассказать небольшую часть истории в 1960 десятые годы компания антонио золи стала первой итальянской компанией пустившись серийное производство комбинированных ружей сочетающих в себе гладкие и нарезанные стволы тех пор было выпущено более 80 тысяч единиц различного оружия и именно с тех времен эта компания зарекомендовала себя именно как оружейное производство штуцеров и комбинированных ружей и вот уже спустя более 60 лет эта компания не перестает удивлять нас своим качеством уровнем работы над самим оружием но более подробно ознакомиться с характеристиками именно данной модели вы можете прямо сейчас на своих экранах теперь давайте перейдем непосредственно к этой модели это ружье золи рт корона ст чем отличается эта модель от допустим другой существует корона еще в других вариациях здесь мы видим два спусковых крючка это далеко самая основная разница потому что другом модельном ряде у золи корона сверху стоит шпан шибер при помощи которого меняется по какому стволу произойдет удар от нажатия на спусковой крючок здесь же под каждый ствол установлен свой спусковой крючок давайте перейдем к стволу данного ружья здесь у нас установлено открытое прицельные приспособления есть мушка и целик целик здесь такой откидной чтобы не мешался на всякий случай также здесь у нас присутствует на верхней части главкоствольного ствола планка ласточкин хвост для установки прицельных приспособлений здесь же сзади у нас есть предохранитель который работает в двух режимах это покажу чуть позже также здесь приклад довольно нестандартный данный тип приклада называется в простонародье кабанья спина потому что если присмотреться то у него есть такой выступ небольшой гладкий который находится посередине прям приклада ну а сзади приклада у нас расположился затыльник это обычный затыльник то есть не прорезиненный но при этом с насечками для того чтобы комфортно упирать в и он не съезжал в разные стороны во время выстрела и прицеливания на рукоятке можно увидеть также насечки насечки можно увидеть также и на ложе как зачастую это делать в ружье для того чтобы просто руки не скользили даже в перчатках у вас будет отличное сцепление вместе с этим ружьем здесь у нас кстати есть уже место для установки антабки здесь для антабки необходимо просверлить на всех ружьях антонио золи на ствольной коробке присутствует красивая гравировка это особенность оружие антонио золи они все абсолютно идут вот с красивой такой гравировкой далее давайте откроем ствол и как раз посмотрим на то как это выглядит здесь у нас расположились два ствола верхней части и нас идет гладкоствольный ствол под патрон 1276 и снизу у нас нарезной ствол под патрон 3006 спрингфилд давайте зарядим также здесь есть предохранитель здесь необходимо немного взвести и только после этого предохранитель можно будет опустить и поставить его в сейф режим сейф режим он стоит и это понятно потому что здесь есть маленькая гравировка с буквой с когда буква с видна означает ружье стоит в сейф режиме стрелять из него не получится материал ложи и приклады здесь сделаны из высококачественного ореха по итогу данного видеообзора можно сказать что данное ружье как и классика золи это отличный вариант для тех кто хочет закрыть аспект связанные с охотой на пернатую мелкую дичь так и на крупных животных более подробно знакомиться с брендом золи вы можете как всегда на нашем сайте а именно с данной модель вы сможете ознакомиться по ссылке которая будет в описании под этим видео ну а на этом у нас все спасибо что посмотрели наш видеообзор ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите свои комментарии что вы думаете о комбинированных ружьях и удачной охоты ну а